Дорогие коллеги, проходите внимание, с 10-минутным обожданием мы начинаем наше кубинное заседание. До кофейного перерыва у нас в программе 3 доклады. Напоминаю, что, как вчера, рекламент полчаса для одного доклада и самое оптимальное полупреставление – это 20-минутный доклад и здесь нужны вопросы и комментарии. И сейчас я вам попрошу президенту Михайловича Аркадьеву прочитать свой доклад «Балтийской языкознам и литератических походов» о возможностях до этого обогащения. Спасибо. Я хочу начать свой доклад с цитаты из еще не совсем опубликованного текста Владимира Николаевича, именно докладной записки по обосновании всем известной серии «Балтийский след». Я хочу сказать, что одной из целей и задач «Балтийский след» и «Балтийский след» как собственной серии, так и монаха соответствующего, Владимира Николаевича выделял признание «Балтийского» и «Балканского» на исключительно интересным и перспективным районам для постановки, проверки и решения важнейших задачах реальной лингвистики и общего языка. Тем не менее, по моему, видимо, субъективному мнению, за последние 30 лет программа, содержащаяся в этой фазе, не только была глубокая, но и в значительной степени ей было выделено поменьше внимания, и в целом, чем, чем вы, типа, например, в калоренче, внимание, и зеленца, и «Балканеца». И я сегодня хотел бы, а если бы было как-то предложить некоторое правительное реализацию этой программы, в эпике Филиппограмма, в виде ОКР. Балтийское запознание, по моему мнению, говорит, что многие люди могут согласиться, находятся скорее под влиянием совсем другой фазы. А именно следующая цитата из замечательного в своем роде Ханглорда Краушеншпан Шлейхера, а именно, что литовский язык является наиболее алкогичным среди живых людоевропейских языков в своей планете, и в этом заключается его значение для языков. И, действительно, балтийские языки практически все сторонники изучены с точки зрения исторической литературы. Существуют исторические граматики и патимологические словари. Огромное количество работ, посвященных патимологи и конкретно все автоматические слов, помятных текстов и многое-многое другое. Таким образом, список замечательных ученых, которые посвятили всю и значительную часть своей научной деятельности работе по сравнению с историческим изучением владельцев языков, является здесь, несомненно, неполным. Но, легко видеть, что даже такой неполный список чрезвычайно представитель. Однако, на фоне этого имеет место следующее. Поскольку полного сухомного описания балтийских языков по отдельности каждого балтийского языка, и взятых вместе, описание, которое отвечало требованиям современной лингвистики, и, учитывая достижение современной лингвистики и технологии, такого описания просто не существует. И это, к сожалению, неоспоримый и очень неприятный факт. Такие есть современные грамматические балтийских языков и написанные на непалтийских языках. То есть, доступные ученым, которых интересует по цене балтийских языков, но которые не владеют балтийскими языками в полном мире. Для литовского языка кое-что существует, хотя и немного. Для литовского языка существует гораздо меньше. То, что здесь приведено – это очень краткие грамматические очки. Для литовского языка не существует вообще очки. С той точки зрения, о которой я буду называть общий балтийский, то есть ориентированный на теорию языка и типологию, на некое представление о языке как объекте науки, и не имеющих отношения к общему языкознанию и теории языка. С такой точки зрения, балтийские языки не изучают вместо того человека. Возможно, им влияет много утренгеров, и тот список, который сейчас появился, несомненно, не является полным. Если его выполнять, то он расширится не очень сильно. Если мы посмотрим на специально посвященные балтийским языкам по книге общего литератического моего внимания направления, то вот их список. Если мне назовут какие-нибудь еще, которые у тебя в статусе не знают, я буду очень признателен, но вот мне известно то, что вы видите не так. Эта ситуация приводит к следующей ситуации. А именно, что упоминает балтийских языков типологическую и теоретическую литературу, например, статологическую. Например, посмоток указателя к произвольной книге по типологии могут легко привести к тому, что литератический язык там будет упоминаться один раз, а практически ни одного. Видишь, что они называют один раз. А по многим типологических работ, претендующих на универсальные данные, по-клисски, как Бог не упоминается вообще. Хуже того. Но в тех случаях, когда материал все-таки упоминается, он, во-первых, упоминается вторично. То есть, ученый заимствовал его из каких-то других работ, которые, в свою очередь, нередко заимствовали его из каких-то третьих работ, и во-вторых, к сожалению, нередко и скорее даже чаще, чем иначе, содержат ошибки. Другой, например, известный проект в ходе протеста технологии, продолжающийся путь политических языков, гемотив. Многие участия спили сказать, что, слава богу, в любом томе этого проекта палтийские языки как-то упоминаются. Хотя, скорее, чем хотелось бы. Но во всем этом проекте имеется только одна статья, специально посвященная написанию некоторого конкретного отделения палтийских языков. Это посудие слова. Статьи, посвященные, например, проекту слов палтийских, пазакам. Или, например, категория палтийских пазакам. А давайте особо напомним. Вы сами, собственно, вы все видите. Есть такая замечательная языковая семья, северческая, в Северной Америке. Чрезвычайно методическая, языки эти бесписьменные. К сожалению, большая часть из них находится на грамоте. в Северной Америке. Ну, то есть не больше, как у всех. Тем не менее, для этих языков имеются многочисленные грамматические описания, выполненные на самом современном уровне. Ежегодно проводят специализированные научные конференции по северному языку. И, что самое важное, возможно, данные этих языков широко представлены по типологии теории языка. Если мы возьмем теоретический или типологический сбор, мы можем ожидать с довольно большой вероятостью, что этот материал будет там представлен. и нередко представлен в виде целых специальных статей. Спрашивается, чем, собственно, балдейские языки курт. Что вот эти языки могут, если угодно, дать общему языка знаний? Но на самом деле, специалисты по балдейским языкам, известно, что их представлены типологические и материальные изменения на всех уровнях языка, особенно на форме других европейских языков, частных социальных. И, на вторых, балдейские языки демонстрируют чрезвычайно параметриарно ситуацию для реальной типологической деятельности и двух близкородств, на какие тут, конечно, надо добавить географическую смену языков. Но я боюсь, что я тогда не успею обозреть интересные типологические особенности политических языков, тем более, собственно, всем присутствующим, я думаю, более неизвестно. Я, может быть, остановлюсь на… сейчас я еще раз остановлюсь… ну вот, например, в синтетисе балдейских языков представлена вполне неприверная для европейских языков структура, предложенная с общим вопросом, с начальными опасительными частицами. Латышский язык известен типологически, если не уникально, то есть типологический язык. Я буду говорить чуть-чуть о типологической деятельности политических языков. Ну вот, литовский и латышский язык, как же известный специалист, различаются по целому ряду типологических признаков, что позволяет говорить о том, что они принадлежат к разным языковым аренам. Кроме того, в аналогии литовского и частичного вангальского языке в отличие отечественного общества представлена ассимилативная полуэктуризация сквозных, так называемых, как хабридативный типологических и всяких подобных польскому и настоящих историаций. Известны различия посодий между этими языками. Есть множество более или менее тревиальных различных алфологий, но, например, образовательность или не сравнение полагательных к литовскому языку совершенно различных. Имеется большое количество различных различий в системе тематических категорий. В частности, категория глагола, нафологизованность в литовском отличие от аналитических конструкций, нафологизованность в литовском ничего подобного нет, как, собственно, и в соседних языках. Существенно различные устройства структуальных систем. В синтезисе, то, что наиболее образуется в глазах. Надо сказать, что поскольку синтези в литовских языках неизвестно вообще, то приходится говорить о тех вещах, которые так сказать, людьми на поверхности, без глубокого глухания. Но вот позитивная конструкция типа «хатла» в литовском, а типа «ну ЕНС» в латышском. С этим связано различие устройства позитивного таблетка и некоторых других грамматических явлений. Там известно, что в литовском языке «хатла» постоянно плотативные гунтики и гунтики в отрицании ничего в латышском. Есть довольно интересные различия лексики. В частности, более интересное, чем образование в литовском языке. Наличие в латышском языке, в отличие от литовского глагола созначения «приходи», мерка которого на глагол созначения вынесет. Итак, я прихожу к заключению. По второму мнению, и уверен, что по мнению всех присутствующих, процент латыши языков может и должен быть использован в технологическом исследовании, в особенности в изучении языковых реалов на тех берегах. Возвращаясь к приведенному в начале цитате из Владимира Николаевича, без привлечения материалов на тех языков, наше понимание в устройстве языковых реалов на губе является существенно в полной и в значительной степени этой латыши. Необходимо разрабатывать наручный круг, состоящий в том, что недостаток предложения доступных для высококачественных описаний балтийских языков привык к отсутствию спроса на балтийским отсеклянном листе. И, естественно, на балл, если нет такого спроса, то не будет эти предложения. Необходимо создать полноценные и подробные описания балтийских языков и, разумеется, их диалекты, которые были учитывали, в современном состоянии общего языка. Причем, по моему глубокому поведению, эти описания необходимо создавать не на литовском языке и не на латышском языке, а на языках природного общения к английским. То есть, в первую очередь, на английском языке. Слава Богу, грамматика литовского языка, имеющая много достоинств и неофтических многоставок на английском языке, силами литовских английских огромной части имеется, но отсутствие литовского языка, вызывает недоумение и очень большое сожаление, поскольку литовский язык ничем менее интересен, чем литовский, произучен еще более. И последнее, что я хочу сказать, это то, что, по уголовному увлению, преподавание балтийских языков на филологических факультетах необходимо перенести в акцент соорудованных исторического изучения на общего юргистическую и частности типологическую конструктиву. В частности, я имею в виду то, что абсолютно абсурдно и методически представляется мне ситуация, при которой литовский язык изучается только в цикле индивидуэтистики и иногда в области накаплива прежних языков. Литовский язык, конечно, прежний верх реческий, но он, в отличие от внутреннего георического, живой. И это представляет интерес не только контролирование теоретического, а практический язык, потому что бытует касается совершенно неверное представление о том, что он во всех своих отношениях, инновационных отношениях литовского, не преподается вообще. все эти ситуации в полупреждениях нужно стараться приорвлять. И только в таком случае программа, которую предложил Валерий литовский топоров и которая с тех пор не актуальзена, не идет в своей актуальности, может быть выбранной. Большое спасибо. Специальность пятилетнее образование в Петербургском университете отдельный набор. Не каждый год, но это реальная ситуация. Я не знаю, сейчас открыли бы МГУ отделение, будет ли там латышский, я этого не знаю. Я не знаю, насколько преподается латышский язык в Швеции, но у меня есть основания, чтобы то, что делала Рути Дравини, не осталось без последствий. И думаю, что там латышский язык тоже преподается. То есть вот эта карта преподавания, она, наверное, необходима, прежде чем говорить о том, что латышский нигде не преподается, а литовский преподается только индоевропейстам. Это просто неверно. Мне хотелось бы, чтобы, вот нету Виктора Алексеевича Виноградова, все-таки самый крупный в настоящий момент типологический проект принадлежит Институту языкознания. То, что задумала Виктория Николаевна Явцева, вот эти многотомные языки мира, сделанные по одной схеме, и балтийский том, как раз трудами Владимира Николаевича, в очень большой степени потрясающий вклад именно в развитие типологии. И, конечно, есть особенности нашего преподавания и нашей подготовки. Скажем, Эдгар Палоне не допускал ни одного магистранта до докторантуры у себя, пока он не выучит какой-нибудь язык североамериканских индейцев или аборигенов Австралии. Это неважно. Важно, чтобы было что-то такое типологически ни на что не похожее. И с этим связана подробность описания языков североамериканских индейцев. В этом направлении можно, конечно, предложить что-то и у нас такого же типа сделать. Хотя, боюсь, что это не просто будет. Но, впрочем, это можно организовать. Экспедиции проводятся и к Чукчим, и на Сахалин, и на Кавказ. То есть, здесь как раз, вы очень кстати упомянули про Александра Евгеньевича Кибрика, экспедиция которого сейчас просто объединила все лучшие молодые силы, которые есть в стране. И через эту школу, собственно, прошли все, кого стоит упомянуть. То, что я сказал, это не значит, что то, что вы сказали, неправильно. Это абсолютно правильно. И, безусловно, надо развивать изучение балтийских языков и синхронно, и типологически, и всячески. И, конечно, так вот, глядя на то, что сейчас делается в России, несмотря на то, что какие-то... Если сравнить с тем временем, когда начинал Владимир Николаевич в 1948 году, когда литовский язык могли преподавать, насколько я понимаю, два человека в стране, Николай Николаевич Петерсон в МГУ, и Борис Александрович Лавин и его аспирантка Софья Ивановна, по-моему, груздевода. Это время, слава богу, преодолено. Мы имеем кафедры, и мы имеем налаженную подготовку студентов. И типология преподавательная и сопоставление должно развиваться. Потому что я не уверен, что, если мы откроем любую книгу по типологии, что русский язык там будет упоминаться дважды. Думаю, что тоже один раз, который будет упоминаться. Я очень рад, что эта книга вышла. Я очень рад, что эта книга вышла. И что она имеет тот, чрезвычайный сутки воли, который... Другое дело, что... Ну что, опять-таки, слава богу, по русски такая книга есть. Но английский, например, в какой-то конфликтах требовать. Чтобы, например, все люди, которые могли бы заинтересоваться в балтийский язык, обязательно читали по русски. Чуть-чуть же слава богу, чуть-чуть. И, разумеется, мне кажется, это совершенно право, что упомянув о определении балтийских Петербурга, которое, по моему, по сожалению, все-таки является как не более чем счастливым исключением. Потому что, ну вот, действительно, это совершенно замечательная ситуация, когда есть возможности систематические, чтобы преподавать балтийские языки на самом-то высоком уровне, когда на студентах ездить именно в экспедиции и вводить их в балтистику. Но, к сожалению, я не знаю, за пределами Петербурга, в России и других таких. Как мне играть? Ну, как мрачный, как мне играть? На самом деле, в Сибири мы просто мало знаем. То есть, на самом деле, речь идет о концентрации сил и координации усилий, а не о пустом поле. Я хотела еще добавить, что балтийский язык, особенно литовский язык, усердно изучается во Франции, в Германии во Франкфурте. Профессор Дини уделяет очень большое внимание и вырастает целая школа его учеников, которые литовский язык рассматривают не только пиохроном, но и в синхронном плане. И, конечно, я думаю, из них вырастут и диполами. Литовский язык и латышский язык усердно изучаются в Университете Брно под руководством Тома Шахосковица. Так что в мире есть гораздо больше школ и литовскому, и бальтийским языкам теперь все время уделяется, слава Богу, не такое внимание, как было раньше, но это внимание есть. И я думаю, что о преждевременной смерти еще говорить рановато. Спасибо. Игорь Михайлович, я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Это тоже не вопрос, но большое спасибо за действительно чрезвычайно интересную, заостренную проблематику. Всегда нужно смотреть с позитивной стороны. И, как бы, другое, чего мне очень понравилось, когда, действительно, после ухода Владимира Николаевича Топорова, как бы, ощущение, что, я не знаю, не настолько, может быть, и языкознание, сколько и партлеристика, этот общий, большой такой пласт. Вот что дальше? Мне очень приятно, что это заострение, внимание на то, что делать гораздо больше, качественнее, действительно, на английском, на немецком, в том числе и на русском, что это дело, во-первых, молодых и вот с большой надеждой. Игорь Михайлович, я не знаю, как это происходит, поскольку они… Игорь Михайлович, я не знаю, как это происходит, поскольку они… Поскольку у них совершенно другой статус, то я полагаю, что они преподаваются таким способом. Они преподаваются так, что цель преподавания является не владением, а изучением его грамматики и устройства, например, для оплаты. Естественно, я не знаю, но очень многие люди, которые занимаются этим вратиками, по крайней мере, умеют правильно воспроизводить текст. Большое спасибо. Большое спасибо Игорь Михайловичу. И тогда мы переходим к следующему докладу. Продолжение следует... 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 памятники, фазерский фрагмент, эльфинский словарь, словарь гурав, а также печатные источники, переводы трех и утераций корректизусов на русский язык. Свод памятников русского языка нужно дополнить многочисленными данными в русской аномастике, антропонимии, топонимии, зафиксированные как на появление основных памятников русского языка, так и после этого. Сегодня трудно представить, что можно обнаружить новые, до сих пор неизвестные памятники русского языка, поэтому русские имена собственные являются важнейшим источником исследований. Имена собственные, зафиксированные в течение столетий, тщательно собираются и исследуются. Русская аномастика была и остается объектом истинного по вниманию с испанами, со Саутина, с Адаубарса, федеральбиса Литва, Данга, Латвия, непокупного Украина, тренделя края Швита и Покуда, Германия, Гуританова, Болгания. Смачинский монограф, посвященный немецким заимствованиям в русском языке, тоже опираются на данные русские аномастики. Очень активные польские исследователи аномастики, Леони Гурнович и Горьев, занимающиеся в основном проблемами русской витранилии. Гурнович и Горьев опубликовали свои монографии, посвященные русскими, русскими испаниями и корректами, атеры, баллоны, знаменитой серии витранилии Европея, инициаторам, как и изданиям, которые были известны из европейских, преданный друг битовского народа и преданный саранин Владимира Николаевича Ольга Швита. Айгонимы южной части Восточной Пустии, той же серии витранилии Европея, ищет, увлече, представленной в Швеех. Названиями жилых и нежилых географических объектов армии посвящены работе посвященов. Необходимо тоже указать издайваемые институты польского языка, польской академии наук, слова польский кайгонимом назван еще в польске, в настоящее время обвлековано 6-мого этого слова «Я», в нем представлены и названия русских населенных пунктов, бывших на территории Польши. В русской академии посвящены исследования Гурновича- Теорике Посвящиловой, три тона в серии витранилии Европея, диндон, дежек, шубитель, два других автора этого доклада. Польская намазка собирала ее материал для своих исследований в большинстве случаев, опираясь на работу Гагулиса и печатные источники, оставляя в стороне ценнейший источник по русской намазке и утопительских документов. В работе топонима Бальтийского «Произмешнение южной части Восточной Труссии» это первый отдельный том серии «Верними уроки» изданной в 1999 году, описала 284 найденных ею и собственно неучтенных героев Самойконима. В монографии автора доклада «Вальтийские топонимы и топонимы Самой» изданной в той же серии в 2000 году представлены 215 имен собственных, а в книге «Вальтийские топонимы Восточной Труссии» описаны еще 444 элитонимы, неизвестные другими исследователями. Владимир Николаевич прикоснулся в своих работах мира намазки. Это было не просто легкое и непринужденное прикосновение, но осмысленный взгляд в исследовании намазки в историческом и этапологическом аспектах. Ученого интересовали русские и вальдийские имена собственные. Его интересовало антропониме и топониме. Имена как языковый язык, как языковый язык, притыхали Владимира Николаевича. Он удивлял большое внимание на протяжении всей своей научной жизни. 20 минут объемных для доклада не разрешают сделать общий анализ тех работ Владимира Николаевича, которых обсуждают именно собственные. Я ограничусь для русистов и вообще для европейцев и политистов очень важной работой Владимира Николаевича, русских словарь, 1975-1990 годов. Таким образом, после публикации Герулиса и отчесть после публикации топорова произошли изменения в исследованной аномастике русского языка, изменения двойственного характера. Во-первых, возросли сборы, публикации, изучения восточно-политической аномастики. Во-вторых, обнаружено немало новых русских имен, собственно, не зафиксированы Герулисом, Топоровым и другими учеными. Указанные мотивы, а также все более возрастающий интерес к русистике способствовали тому, чтобы вернуться к вопросам изучения русской аномастики и по-новому посмотреть на имеющиеся материалы. Кроме того, значительно расширены хронологические исследования. Сейчас они охватывают период с XVI по XVIII веках Герулис и в свое время установил женскую временную границу для своего словника. В 1525 год Саков считал, что в начале XVI века утвердилась немецкая форма произвращений русских тапонимов. Эту точку зрения Герулиса еще в 1976 году раскрытывал в непокупной монографии по-новому славянски-языковой связи. Он за это явил, что принятые им Герулисом хронологические ограничения в русской аномастики и свидетельствами до конца первой части XVI века нельзя считать приемленными. Расширение исследовательской базы русской аномастики антропа и тапонимии должно происходить за счет включения хронологической рамки поисков также и памятников, которые относятся к XVI и по следующим векам. В пятом томе своего русского словаря Владимир Николаевич включает данные, тоже которое относится к XVI и последующим векам. Он не говорит прямо, что он поддерживает позицию Анатолия Непокупного, но включив в свой пятый том русский тапоним, он тем самым показывал, что он поддержал точку зрения Непокупного, который в 1993 году Волька Шмидт в предусловии издательных монографий Шмидт подержал еще сильнее, подчеркивая, что история тапонимов не заканчивается в 1925 году, она должна быть доведена до настоящего времени. Как показывают рукописные и печатные материалы, впервые зафиксированы в это время, русские имена собственные являются значимыми для изучения русской аномастики. Это установлено и тою с собой, мне также неоднократно приходилось продемонстрировать ценность такого материала. Работы по-прусистике сложны во многих отношениях. Исследования русского языка, как и аномастики в целом, осложняются в том, что слова не имеют внутренние формы, за ними закреплено только номинативные значения. Русские имена собственные записывали немцы, для которых русский язык был чужими непонятным. Имена собственные записывались на слух, так как их произносили местные жители и так как их услышали и зафиксировали летописцы. Сохранение русской аномастики способствовало то, что немцы не только переняли ее устную форму употребления, но и зафиксировали ее в тысячах документов. А это оказало непосредственное влияние на дальнейшее ультеннирование и сохранение русской аномастики. Древнейшие варианты записей показывают, что имена собственные были записаны, так как их услышали песцы. Безусловно, те русские звуки, у которых не было соответствия в немецком языке, обозначались графическими знаками, принятые в немецком языке. Владимир Николаевич первым из больших русистов после Дярубиса и Краукмана уделил большое внимание русскому именнику. Включил в свой словарь практически все ему известные древнепрусские личные имена Далуба М. Я говорю специально ему известные, так как после появления первых домов словаря и позже в русской аномастики произошли изменения, о которых я говорила, и появились новые работы, материалы, которые Владимир Николаевич отчасти пользовался в пятом доме. Все уже согласны с тем, что аномастику следует не рассматривать как часть версии. Всем известно, что аномастика представляет собой принципиальное иное явление. Это очень хорошо понял еще в 1975 году и раньше Владимир Николаевич, включивший в свои научные труды, особенно в русские данные о немецком или аномастике, или, как предлагает подмене, о ломатологии. В докладе ограничен с анализом первого и пятого томов, которых разделяет 15 лет, но цель на систему как бы сохраняется. Суть этого как бы состоит в том, что Владимир Николаевич в первом томе реконструировал ягодник русских личных. В русских виде собственных имен в одну статью поместил топонимы и антропонимы. Допустим, мы видим «Ваус», «Кореяус», мы видим айконим «Авсейнен» и личный «Новен проблим Авсе», и, конечно, сравнение с литовским и с латышским языком. Это первый том, страница 161-я. А в пятом томе он уже разделил топонимы и гранимы, именомен проблию, тем самым дал знак исследователю русской аномастики, что начал четко разделить антропонимы и топонимы, и начал допускать происхождение топонимов, особенно иконимов, то есть название населенных пунктов, от антропонимов. В первом томе много имен собственных оказались в одной статье вместе с оперативами, от которых они происходили. Допустим, «Авсе», «Авсе», «Авсена» и в этой же статье дальше указаны «Авсвегия», это «Авсиновый вес», «Авсова», «Авус ванген». В пятом томе статьи строго разделены, если мы в пятом томе имеем слово «Лайсон», «Менозем», «Винчи», «Винчак» и в эту статью уже не входят собственные имена, они рассматриваются, как, допустим, «Лайсон», «Озеро», «Пожа», «Лайсерзе» рассматриваются отдельно. В 25 статьях первого тома, я специально сосчитала все статьи первого и пятого томов, собственные имена обсуждаются вместе с оперативами, корень которых широко или менее широко использовался в русской топонимике и кедромимике. Допустим, «Авсканке», который конструирует как «Алисканс», и он думает, что «Алисовел» и «Свальмин» произошли от этого корня и думает, совсем имея на эту основу. И, допустим, «Авне» сам в Корее, он, «Топорок», думает, что на основу реки, название реки «Авне» легло это название, но еще до Владимира Николаевича Храя возводил это название в индоевропейском «ЛО» с расширенной форматом «Н». И далее в той гидромиме Европе тоже считала, что это не «Алма», не связано с «Алмой» сам корень, а связано именно с индоевропейским корнем «ЛО». И, допустим, «Авсмуса», который Владимир Николаевич реконструировал как «Авсмус» на «Аввенье», и он считал, что корень можно найти в топониках «Вкусные мысли» и так далее. Следы молочной топонимии «Дадан молоко» тоже находятся в названии «Озера», корень «Дал» легло в основу русских топонимов «Далгантис», «Лук», «Далгант лес». В первом томе «Внимание» и «Читатели» предоставлено 260 реконструированных русских корней от собственных имен, то есть антропонимов, педронимов и антропонимов. А первый том писался от буквы «А» до буквы «Д». И мы имеем, допустим, такие как «Антик», «Антикин» и «Номен Прокреманте». Можно его считать «Утин» названием и произвести. И возвести к «Анте», «Скутка». И Владимир Николаевич реконструирует бал, что связано с литовским балом, балом, и, допустим, он приученый включил «Балга» и думал, что это можно обосновывать литовским «Балга» на «Беловатый». Мажюль в своем русском словаре реконструировал в русский «Балга» «Беловатый», куда же известный, очень известный немецкий «Анамаст» «Ашбергавет» сомневается в русском происхождении «Балга». И очень интересная, знаменитая река в Руси, корень которого реконструировал как «Дей». Мажюль среконструировал «Дей». От балдийского «Дей» происходится. Живите. Блестете. Но потом уже в работах «Белик» уже этот корень «Дей» возводится к европейскому корню «Дей» тоже в этом значении «Блестей». Сам же Владимир Николаевич писал, что «Дей» далеко от ясности. Ученый не боялся сомневаться, не боялся ставить гипотезы и потом уже в других работах давал на них ответ. В первом томе предоставлены три русских слова, которых Владимир Николаевич реконструировал от собственных имен. это «Алка», «Алкас», «Священная Роща Кумирня», а также «Алкайне», «Алке-Алькете», сравнение «Литовской Алка» и «Чертвенная гора», «Место для жертвоприношения», «Арайкис», «Пограничный камень» и «Алктас», «Прилагательный, высокий». Это, конечно, было легче так, как «Алктас» много оперативов, как «Алтимистском власти», но и, конечно, название собственной «Алке», «Номен Проприум Аутуми». В пятом томе предоставлены 182 реконструированных горья. Владимир Николаевич отбирается уже и на данные польских и других «Анамастов», не только на данные Герулиса и Травмана. А «Анамасту» этот факт очень интересен. Допустим, «Ланда», он берет название из «Поспешиловой». «Ланда» — такой несомнительный, но не от обращался, обратил свое внимание. Допустим, из одной из статей «Жетельской» и «Думы» он взял слово «Ласкун» из диссертации «Георика» и «Геориках» и «Геориках» и «Геориках» и «Геориках» и реконструировал длинное поле. Примечательное для этого тома, что Владимир Николаевич взял данные польско-евражского словаря, который в свое время создал большой шум балдистики. И этот шум теперь у пирх, по мнению Шмидта это не является. Латынь, польско-евражский словарь, конечно, и тут мнения разделились, но ученый, будучи верен своим принципам включить все, что сказано с ушедшим розовым языком, он Лауса, Поля. «Ликстун» — ягинвяжский словарь, обозначающий словарь название «Ликстунья». он тоже не оставил то есть внимание статью «Матусевичуле», сколько нового в русском именике. И взял из этой работы тоже все данные. И тоже на работу непокупно обратил внимание, допустим, новый проблему «Ликпинг» реконструировал свою работу. Типично для этого тома отделение корней, он как-то уже говорила «Лупаин», 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 «Лупаин» реконструировал вместе с фиксами, «Лупаин», «Лупис», «Номен проприю» из данных теорий восстанавливается на основании допонима. «Лупаин» уже сложное название из «Лупаин» и «Каин». Каин — это прусская деревня. В этом томе в статьях уже нет новостического материала, хотя, несомненно, от отеля «Лупаин» и на букву «Л» произошли собственные имена, и прусские имена собственные. И можно в «Пятом томе» еще привести много, несколько камней, как «Лайг», «Ласлаук», «Лепун» и так далее. И русские имена собственные должны рассматриваться не только как материал для доказательства или о провершении гипотез курсоведов бандистов и индоевропейстов, но и как самостоятельные объекты исследования. Имена собственные, имена их озер, гор, населённых пунктов и людей, как языковые знаки, включены в процесс развития языка и участвуют в нём. И не только могут, но содержать, но и действительно содержат информацию об уже несуществующем языке, истории уже несуществующего народа, которому все своими работами в памятник строил Владимир Николаевич Напород. Всё. Спасибо. У нас осталось 6 минут на вопросы. Пожалуйста. Ну, у вас это такая же специфическая тема, что вопросы будут возникать, наверное, попозже. Может быть, просто по истории этого самого словаря, ведь Владимир Николаевич несколько там написал и потом остановился. Какие там были за цей, и что, и на каком пункте всё остановилось. И если кто-то продолжает эту работу или как у меня окончилось? Об этом думаю, пару слов скажет директор нашего института. Может быть, попозже. об этом скажем, но думаю, что такие работы не должны останавливаться. И это великий труд великого учёного, хотя прилагательные не очень идут. Я думаю, что работа ни в коей вере не должна быть прекращена. Спасибо. Спасибо большое. И сейчас у нас по программе должен был бы произвучать доказательный, я думаю, в данной линии, Кознепрус, к определению возможного Кознепрусского корпуса. К сожалению, сам директор не смог лично принять участие нашей конференции. Но в тот момент есть краткое резюме его доклада, поэтому попробуйте мне сейчас от его имени представить основную проблематику и основную идею его… Кознепрусского корпуса. А, я поняла, да… Какие разные вещи? Что это можно сказать? Может, раз мы можем помимо тенданта и того, что нам собираются прочитать… Это создание с удовольствием. Можно сказать, я… Чтобы тенданта… Мария, в одном при родном… Я думаю, что вы понимали, что она… Одно другому не мешает всем. А вы название не сказали или нет? Да, я сказал, повторяю режим. Хвостник русский. С определением возможного хвостник русского корпуса ТЕСК. Основная техника. В отличие от корпуса плитока пилотушкой письменности, русский корпус находится возле полном полотенце. Чтобы его описать, предлагается рассмотреть следующее данное хвостник. Во-первых, каким образом сформировался древний русский корпус? Во-вторых, что означает понятие древних русских? И в третьих, какое возможное направление заключения к поздней хвостникам? В поздней хвостник можно отнести отдельные глоссы и слова, отдельное предложение, а также многочисленные образцы малюшевого хвостника. Действительно, можно выделить следующее направление исследований. Первое. Работы последних лет привлекали внимание к русскому материалу у Забейлиуса, у Мегиссаров, Кригория, Арбини, Неслятлин, Олафа Рубецкого, Кнаута, Иоанна Голшина и в поле регистических трудах христиан и медицинских. Думается, что, к сожалению, этот список будет увеличиваться. Во-вторых, в поздней хвостни, в неполкильских источниках, таких как в Латинских, Немецких, Харапольских, Древнерусских и других. Это глоссы, встречаются там и отдельные слова, имена и теории. И, в-третьих, это варианты древнепрукской молитвы от Чина, начиная от Рационис Доменика, Геслера до Адреса, то есть временной промежуток от 7.12 до 1860 года. Эти памятники еще нуждаются в детальной обработке и анализе. Этот материал предоставляется достаточно для создания и древнепрессимы третьего тома памятников фрусского языка. Как фрусского вот вспомимывает фрескоперезный профессор Мальдюй, исключая степень, содержащая все степени. Оказывается, что на основании указанных материалов можно расширить и так же привлекать все степени и более степени и степени. Это, конечно, предназначение в разных вариантах, предназначение самому позитивному кодексу, но космологическим методом кодексу. Вот это всё, что сейчас можно сказать о том, что мы с вами говорим о том, что мы говорим о том, что это уже дважды произошло. Мы говорим о словаре, о том, где репута, как Владимира Николаевича Павловича Павловича. Это и в доказе по красивым возражениях, там замечали вопросы о дальнейшем ненаписанном участии. Я хотел бы подходит в этот случай и попросить директора советов Литовского языка, Иван Татарского, сейчас я хотел бы перейти сюда и познакомиться с той работой, которой можно. Добрый день. Я очень приятно быть здесь, как я за воздание. И я должна, по-первых, извиниться, потому что не смогла участвовать на открытой конференции и на работе первого дня конференции, так как должна была в пенсии, в пенсии, которая была посвящена проблемам перевода лепостских юридических текстов в последние дни. Это была политически важная конференция, к сожалению, я должна там участвовать, но должна вас надеяться, что моя душа и сердце было здесь с вами. Я думаю, что я могу сказать в этой ситуации и в данный момент то, что могу сказать, что на данный момент как ситуация представляется институтом Литовского Вот это пресновать, на мой взгляд, еще рано. И я думаю, что это конкретно дискуссия, и я уверена, что эта конференция сегодня и завтра как раз и произойдет. так как вновь заинтересованные спорами, заинтересованные классистики, то есть те исследования классистики здесь присутствуют. Но моя точка зрения есть, что действительно этот материал, который остался, который наука у нас не была, должен быть опубликован как как можно быстрее и предоставлен для научного общества, тоже как можно быстрее и как можно эффективнее. Я думаю, что тут вещи должны делиться на два уровня. Первый уровень – это материал, который, на мой взгляд, или второй уровень дискуссий, второй уровень академических споров. Как теменьшим, каким образом теменьшим академическая общественность, русисты, борьбисты, словисты будут поступать с этим материалом. Будут ли слова русского языка авторизированы, дополнены? Будет ли над ним работать, я думаю, скорее всего, международная команда команды, борьбистов и кульсистов. Это уже как бы второй уровень дискуссии. Я думаю, все те, которые были интересованы, все те, которые ждут память Сафарова, должны про это говорить. На данный период то, что мы могли сделать с литовской стороной, у нас просто появилась возможность, мы нашли возможность, и нашли определенные средства, и выделили команду, которая способна, как хотел, Владимир Владимирович Топорова, в первую очередь дегитализировать. И для этого созданная база данных, которой предоставляются две уровни, это салфинты, по-моему, посетители, и переделать. И вот эта база данных, она доступна, конечно, с аппаратом для всех заинтересованы страны, те, которые в дальнейшем будут работать на словенах или на деталиях. Вот в данной ситуации от деталиях, а как это все будет происходить, я знаю, что действительно самые поэтисты самого высокого класса хотели бы принять участие в этой работе, чтобы вот этот материал появился как можно быстрее для научной общественности. Я знаю, что профессор Дмитрий будет очень доволен, если бы он мог подключиться к команде. Профессор Дмитрий, он тоже с удовольствием. Профессор Дмитрий, как это все интернетом, конечно может говорить про то, что вся команда, в первую очередь, конечно, коллеги Владимира Николаевича, российские коллеги и вся интернациональная команда могла быть над этим материалом работа. Так что думаю, что это как раз виноват для дальнейших дискуссий. Я надеюсь, что сегодня они завтра подошли. Я надеюсь, что это все хорошо делаем. Я надеюсь, что это все хорошо делаем. Субтитры создавал DimaTorzok Валерий Курилл Какой объем, если с меня опубликованы материалы, Владимира Николаевича Топорова, и сколько из них единственное объема? Это в примере только? Вы знаете, я сейчас не переживаю на этот вопрос ответить, потому что я, так как я сама над этим жертвами работаю, в точной отсутствии я не помню волны оставить. Но я думаю, что уже, скорее всего, половина материала, или даже больше, уже в таком виде это все уже есть. Ну, мне сказали ваши сотрудники, что половина карточки, да, 2-3, 2-3, а вот тех, кто двор, то есть иначе. Спасибо. Спасибо. Можно я скажу, как я вижу, проблема у меня на тесниках Николаевича? Ну, мы сперва поговорим с Виоланкой, потом… Я уже тенденционно начинаю такие выступления с того, что я не баутист. Но, тем не менее, это каким-то касательством своей балтистики, считаю, что основания для того, чтобы что-то сказать общее, есть. Значит, я хочу определить всю проблему. Речь идет, тем более, что я это плохо слышала, я не знаю, что я сказал, как это. Значит, речь идет о словнике, о прототеке русского языка, которую Владимир Николаевич составил полностью. Ту последнюю букву, которую я не могла определить в последнюю букву. И у меня действительно как-то не балтисту. Вопрос, как выяснить научную ценность этого материала сейчас? Как его номерковать? Есть же слова «Ромажорис». Трототека по библиографии доведена, по-моему, до 97-98 года, да? Мне кажется, так. Значит, прошло десять лет. Что это такое? Мемориальная ценность? Это я спрашиваю Николаю Николаевичу, чей институт сделал две буквы, да? М и Н. Здесь, мне кажется, что мы все сойдемся в том, что эта картотека бесценна. Другое дело, что она не сегодня сделана, но она, безусловно, бесценна. Она бесценна, как мемориальная, и она бесценна для дальнейшего, для развития грузистики. Для кого это было? Ну вот, значит, если для развития грузистики, то, как мне кажется, надо, как можно скорее, ее актуализировать и сделать доступной. Как это сделать? Вопрос того международного editorial board, который, мы говорили с вами, предлагается создать. И, скажем, иностранная такая часть потенциальная этого board предлагает, как можно скорее начать публиковать и общий состав, общий взгляд на картотеку и то, что уже сделано, то, что уже расшифровано. Я говорю, Николай Николаевич, у вас полностью эти два ящика в компьютере, вот эти, да. Значит, вот есть уже два ящика. Я не знаю, сколько помещено уже расшифровано в литовской части, но мне кажется, возможно, со мной не согласятся, это мое представление, что можно уже сейчас делать какие-то предварительные публикации об этой картотеке. Или вообще орби от орби сообщить, делать ли это в интернете, там страниц, по-моему, достаточно, куда это поместить. Или я все-таки остаюсь приверженцем бумажного варианта или дублирования бумажного варианта и интернета. Значит, что представляет собой и где находится сама картотека? Дети, дочери Владимира Николаевича, то есть наследники, предоставили ее во временное пользование Институту литовского языка и литературы с тем, чтобы картотека была как можно скорее оправдана. После чего она вернется и, очевидно, весь архив Владимира Николаевича будет передан в Аргалии, где сейчас уже находится, по-моему, 90% материалов. Мы, разбиратели архива, оставили, не отдали в Аргалии, по совету, кстати, с профессиональными результатами, то, что можно сейчас опубликовать. То, что не опубликовано, то, что в Аргалии осталось бы лежать на 10 лет, не меньше потеряла бы, не то, что она потеряла свою актуальность, это уже новая была бы, но потеряла те преимущества, что пока еще жило старшее поколение учеников, среднее и младшее. Это уже младшее, которое может внести какой-то свой долг к ленту. Значит, я надеюсь, что мы именно сегодня и завтра на этой конференции составим и вот этот редукционный комитет и определим сроки. Конечно, без определения сроков, без определения того, где и как будет эта карпиотека. То есть можно ли по фоксимильному воспроизведению, можно ли ее цифровать, если правильно или нет. Действительно, я скажу по своему опыту, у меня, я занимаюсь митербургским архивом, конечно, но у меня есть в компьютере, а когда я делаю публикации, я смотрю по оригиналу с лопой. Действительно, компьютер, ну это естественно, он очень помогает, но стопроцентную гарантию он не дает. Ирина Николаевна Топорова, вы тоже ее наследница второго ряда, я была бы вам очень благодарна, вы знаете всю эту проблему и состояние, если бы вы сказали свое мнение уже от имени владельца, потому что Анна Владимировна и Татьяна Владимировна придут позже. Анна Владимировна, дело в том, что, поскольку вы больше всех, больше, чем кто-либо другой, больше всех активных и вообще-то учеников работников, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Анна Владимировна, дело в том, что он доверяет действиям, которые предлагается, и они не должны быть очень рады. Давайте мы сейчас сделаем первый футбол 12 часов. Спасибо. 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 Спасибо.